В информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная 4-му международному форуму Россия и Ибера Америка. Он начнет свою работу уже завтра в СПБГУ. Спикеры отметили, что в стенах университета соберутся порядка 6,5 тысяч экспертов по латино и ибероамериканской тематике. Платформа Санкт-Петербургского государственного университета в культуре международных отношений превратилась в первоклассное место мирового совершенно уровня в плане латиноамериканистики. Достаточно посмотреть на звездных участников, где еще, на какой площадке в Европе. Вы увидите гостей, как в прошлый раз, Дил Морусе, как с президентом Бразилии, президента Колумбии, испано-ибероамериканский секретариат и так далее. То есть это просто класс. В программе обсуждение о взаимоотношениях России и Ибероамерики, дискуссии по кубинской экономической реформе, а также разговоры о том, как в ООН реагируют на латиноамериканскую ситуацию. Несколько тематических секций, посвященных БРИКС и тем интеграции, несколько секций, посвященных международным отношениям российской внешней политики в Латинской Америке. Причем именно будут очень непохожие точки зрения, диаметрально противоположные оценки. Что и было для нас важно, мы расчистаем не озвучить одну точку зрения, а показать возможность посмотреть на проблему с разных сторон. Кроме того, организаторы отметили, что итогом форума должны стать практические рекомендации. Следующая встреча делегатов России и Ибероамерики пройдет через два года традиционно в Санкт-Петербургском государственном университете. Одной из новых тем для обсуждения, возможно, станут прямые торговые отношения между Россией и странами Латинской Америки. Пока четвертый форум начнет свою работу сегодня вечером с открытия бюста политического деятеля Уругвая Хосе Артигаса на факультете международных отношений СПБГУ. Мария Полухтина, Владимир Лушин, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.